После того, как рассада высажена в грунт и установилась хорошая погода, многие огородники сталкиваются с такой проблемой, как жирование томатов. Что такое жирование? Если коротко, то принято считать, что жирующий томат гонит листву, быстро дает пасынки, но при этом не цветет и почти не дает плодов. Также к признакам жирования могут относить утолщающийся стебель томата, наличие пасынков после цветочной кисти, весеннее закручивание листьев на макушке. В основном огородник все эти претензии предъявляет к индотерминатным сортам, а из всех индотерминатных сортов больше всего жалоб на крупноплодные сорта. Рассмотрим признаки жирующего томата и попробуем понять, что происходит с растением. Жалоба. Томат при посадке в теплицу не собирается цвести, а растет в ширину, у него ствол становится все толще, и он гонит только листья, не давая цветочную кисть. Очень много любителей посадить рассаду пораньше. Рассада высаживается порой такая хилая, что на нее страшно смотреть. Есть второй вариант. Огородник высаживает крепкую молодую рассаду, у которой 5-7 настоящих листиков. Как эту ситуацию воспринимает растение? Растение, вырвавшись, наконец, на свободу из тесного горшка, начинает выполнять свою программу. Для начала нужно нарастить большую корневую систему. Как думаете, какая корневая система должна быть у томата вот такой высоты? А это не крупноплодный томат, а совершенно обычный. Вес помидоров максимально 250 грамм. Для чего нужна корневая система, думаю, всем понятно. Томат гонит только листья и не дает цветочную кисть. Который раз я возвращаюсь к тому, что количество листьев у детерминатных и индетерминатных сортов до плодовой кисти разное. В некоторых вариантах разница может быть в два раза. Посадив детерминатные и индетерминатные помидоры одновременно, не нужно ждать, что и урожай они начнут формировать одновременно. И на крупноплодном томате цветочная кисть всегда будет позже, чем на среднеплодном. Что нужно знать? Если у вашей рассады листья отвалились сами, или вы обрываете листья при посадке, стараясь уменьшить длину ствола, а цветочная кисть еще не сформировалась, то помидор приложит все усилия, чтобы восстановить листовой аппарат, который ему очень нужен, чтобы прокормить урожай, а только потом даст цветочную кисть. Если цветочная кисть уже сформирована, то томат может ее сбросить, зная, что с оборванными листьями ему не вытянуть плоды. Если плоды уже завязались, то количество листьев будет увеличено между плодовыми кистями. Например, крупноплодный томат должен давать плодовую кисть через три листа, но стараясь восстановить листовой аппарат, он даст вторую кисть через пять листьев. Без листового аппарата томат не сможет прокормить урожай. Посадка помидоров лежа – это правильное решение. Корневая станет больше, что нам и нужно. А как помидор посадить лежа и не обрывать листья? Это видео можно посмотреть по ссылке наверху. Это такие мелочи, на которые никто не обращает внимания. Но зато все обращают внимание, что цветочной кисти нет. И не пытаются понять, почему так происходит. Что получается у начинающего огородника? А цветочной кисти нет. И долго. Огородник кричит, томаты жируют. Читает или слышит рекомендации, что нужно чем-то полить. Поливает. Проходит дней 10 или неделя. Появляется цветочная кисть. Огородник счастлив, но при этом совершенно не понимает, что произошло в реальности. Когда вы начали паниковать, у крупноплодного томата было 8, 9, 10 листьев. И за неделю или за 10 дней, пока вы ждали, что подействует то, чем вы полили томат, выросли новые, недостающие ему листья. Листьев стало 11 или 12. Томат дал кисть. Посчитайте листья, прежде чем кричать, что томат жирует. Посчитайте листья после того, как томат дал цветочную кисть. Кисть будет там, где ей предназначено быть, а не раньше и не позже. Попробуйте мне прислать видео, где у крупноплодного томата первая цветочная кисть после 14 листа. Не получится. Еще один совет, чтобы помидоры не жировали. Не поливать помидор. Просто не давать воды. Что происходит в реальности? Остатки воды есть в почве. Если не хватает, то корни уйдут вглубь. Помидор сумеет нарастить нужное количество листьев и дать цветочную кисть. Чем опасно прекращение поливов? При недостатке воды крупноплодный помидор даст кисть, но завяжет не все плоды. Для роста плодов нужна вода, а каждое растение себя бережет. В кисти будут развиваться 1-2 плода. Остальные помидорки будут в виде зачатка. Этот зачаток плода будет ждать своего часа и, скорее всего, не дождется. А вы будете фотографировать 1 плод на весах. В этих двух случаях у вас будет совпадение результата по времени, а не по действию. Что-то делать бесполезно кисти раньше не будет. Считайте листья. Томат быстро наращивает пасынки. Значит, жирует. Ну, конечно. А вы не пробовали ухаживать за томатом? Если томат зарос пасынками, то это не значит, что он жирует. А это значит, что вы были в отпуске, болели, работали. Или вам элементарно было лениво зайти в теплицу и оборвать пасынки. Нашли крайнего? Ищите причину в своем бездействии по уходу, а не перекладывайте вину на другого. В каких случаях томат дает пасынки очень быстро? Помидор дает пасынки после поливов и всегда. Поэтому огородники выходного дня, приехав через неделю, могут не узнать свое растение. Ведь полив томатов они осуществляют в пятницу сразу после приезда на дачу и перед отъездом в воскресенье. Получается, полив был через день и обильный. Много воды, много пасынков. Кстати, если капельный полив плохо отрегулирован и воды поступает более чем достаточно и постоянно, то пасынки будут расти очень быстро. Каждый пасынок задерживает плодоношение, а вы их отращиваете по 30 сантиметров и более. А виноват помидор, ну не вы же! Всегда помните, что вода помидору нужна для роста плодов. Поэтому не поливать помидоры не получится. У томата закручиваются листья на макушке. В прошлом году после вот таких кадров было много писем. Например, на ваших помидорах скручиваются листья. Этот томат жирует. Будет мало цветочных кистей, мало завязей, очень маленький урожай. Эти письма и дали мне понять, что жированием огородники называют все, что угодно. В данном случае в самом начале сезона идет интенсивный рост томата. Ему нужна хорошая корневая, хороший листовой аппарат, толстый ствол. Все это закладывается сразу после посадки. И это залог будущего урожая. Такие листья сами распрямляются после формирования первой, максимум, второй цветочной кисти. Кстати, есть сорта, у которых никогда не будут так закручиваться листья. Даже если такой сорт посадить в навоз. Так что такие листья можно назвать сортовой особенностью. А это те самые жирующие помидоры с листьями, закрученными весной. Те самые, с которых у меня будет маленький урожай. Помидоры сбрасывают цветы и не завязывают плоды. Это может быть по многим причинам. Но только не потому, что помидор жируют. Это может быть холодная земля при посадке в грунт, жарище в закрытой теплице, огромное количество неубранных пасынков, которые все зацвели. А растение понимает, что всех ему не прокормить. Ведите помидор в два ствола, оставляя главный пасынок, то есть развилку, а не нижний пасынок. Есть способности и время. Ведите томат в один ствол. Это труднее. В любом случае, сбрасывание цветов связано с игротехникой. Продолжение цветочной кисти листом и еще одной цветочной кистью. Никакого отношения к жированию не имеет. Это мы убираем в первую очередь. Толку от таких кистей нет. Если завяжутся, то будут маленькие помидорки. Вы уж определитесь, а то жирующий помидор не дает цветов, а тут лишние цветы. И вот такой лист. Бывает на крупноплодных сортовых томатах. Не обращайте внимания, цветы сами отвалятся. Эту теплицу я вам показывала ровно год назад, весной. Тогда у меня еще не было новых теплиц. У начинающих огородников, которые никогда не слышали слова жирования, очень неплохо для первого раза получается выращивать помидоры. Самый короткий и самый разумный путь к урожаю – это понять, что нужно растению, а не диктовать растению свои условия по наивности, полагая, что растение их услышит и даже будет следовать данным рекомендациям. И не подгоняйте под ответ ненужные действия. В ней растение должно приспосабливаться к вашему мнению, а вы должны слышать растение. Ведь все живое показывает, что ему нравится, а что нет. Единственное, что требуется – это понять, увидеть и сделать правильный вывод. Большой урожай помидоров зависит от правильной посадки. Почему я сажаю по два помидора в лунку? Ранний урожай помидоров от чего зависит? Почему севок сажают рано? Всем хороших урожаев! С вами была Наталья Сморчкова, канал и сайт ВОГОРОДЕ ПРО!